Всем доброе, доброе утро! Сейчас оно станет у нас гораздо более добрым, я вас уверяю, потому что у нас в гостях, как всегда, по понедельникам, любимые гости астролог Ирина Махнач. Ирина, доброе утро! Доброе утро! Расскажите-ка нам, как неделя? Как же сложится неделя? Ну, сегодня начнем с того, что нас проверяют на силу духа, поэтому ни в коем случае не сдавайтесь и помните, что выход есть всегда. Это вся неделя будет такая? Или сегодня? Ну, с сегодняшнего дня мы начнем и заложим такой хороший цикл. Вообще, сегодня очень хорошо завершать дни, завершать дела, подводить итоги, и от депрессии, от уныния сегодня поможет физический труд. Ох, отлично! Все по плану! Что мы телезрителям и предлагаем в рамках фотомарафона сделать фото зарядки, так? А вот завтра самый такой уязвимый день на этой неделе, потому что полна луния, день такой эмоционально неуравновешенный, поэтому, пожалуйста, следите за своими эмоциями, и если вы что-то начинаете, то продумывайте, взвешивайте все, и только тогда начнете. Для того, чтобы это все реализовалось. А вот среда у нас такой очень интересный день, когда очень многое можно чего сделать, потому что нас проверяют на мысль, и мысль воплощается. Поэтому настройтесь на позитив, воплощайте только хорошие мысли. Да, кстати, очень хорошо, для решения любых таких вопросов подписывать можно договора, решать деловы. Среда – деловой день. Деловой такой день, можно очень многое чего успеть в среду, да, ну и очень важно, чтобы внутренняя была гармония, поэтому день такой мира, гармонии, и вот если вы будете в таком гармоничном состоянии, то интуиция вас не подведет. Так, надо ее разбудить как-то, интуиция к этому времени моется очень немножко. Просто старайтесь, Киридия, что же в четверг? Так, а вот четверг – очень хорошее время для укрепления своего благосостояния. Вот когда хорошо, да, подумать о своем материальном достатке, о расходах. То есть не каждый день нужно думать, я неправильно поступаю, наверное. Вот в этот день наиболее благоприятна, потому что могут прийти хорошие мысли, ведь мы же почему говорим, в какой день, на что настроиться, потому что он может быть более продуктивным, скажем так. А еще это время очень хорошее для контакта между мужчиной и женщиной, для романтических отношений, вот когда хорошо быть, знаете, где-то может быть подарить друг другу подарочки, даже может быть такой устроить романтический ужин, объясниться в любви. И вообще настроиться на позитив, подарить подарочек, потому что даже попеть песенки, послушать музыку, вот в театр, в кино сходите, вот в общем такой хороший день. Вот за что любят наши очаровательные телезрительницы вас, потому что вы намекаете иногда мужчинам, что не забывайте, вот уже пора делать подарочки. Да, не забывайте правильно мужчины, тем более не забывайте, что вы мужчины в пятницу, потому что это мужской сугубо такой вот день. Всегда мужской день или на этой неделе мужской? Нет, он на этой неделе, потому что если вы хотите, чтобы у вас все получилось, поэтому активное, да, активное начало очень важно, смелость, решительность, ни в коем случае не уходите от ответственности. Не путай звезды, да. Да, не ленитесь, можно очень много чего успеть, а еще вот очень интересно это время, потому как нужно посмотреть, что вы к себе притягиваете, потому что, как правило, внешние события будут отражать ваш внутренний мир. Поэтому, если хотите, чтобы у вас все удалось, внутренне проявляйте все самое лучшее, все самое хорошее, смотришь и извне притянешь удачу. Будьте магнитами в пятницу. Что у нас с выходными рассказывается, тоже очень важное время. Ну, а суббота у нас, знаете, вот такой теперь уже сугубо деловой день, когда ни в коем случае нельзя сидеть сложа руки, кстати, очень хорошо все делать своими руками, очень важно быть в гармоничном таком состоянии, хорошо укреплять семью, может быть, проводить какие-то традиции, кстати, семейные. Хорошо с землей там покопаться, растения пересадить. На дачу всех. На дачу. Вот такой вот, ну, действительно, дачный день, дачный, где очень многое можно чего сделать, успеть, ну и, кстати говоря, следите за своим питанием. Это тоже очень важно. То есть, главное, чистые продукты принимайте. Ну и, наконец, воскресенье, вот, по сути, день, который очень хорошен для отдыха, потому что ни в коем случае нельзя перенапрягаться, особенно следите за зрением, не перенапрягайте его. Хорошо на природу. Кстати, это еще и день, когда нужно вспомнить немножечко о своем теле, да. Это еще и с медицинской точки зрения очень хороший день, который говорит, ребята, физические упражнения очень полезны. Кстати, очень хорошо попаститься, не переедать, ну и побольше быть в таком приподнятом настроении, чтобы закончить неделю так вот хорошо и настроиться на новый ритм. Ох, мы очень надеемся, что наши зрители все уяснили, что, возможно, у вас были с собой листочки и ручки, вы успели все записать. Услышали не только астрологические советы от Ирины Махначевой, но и немножко диетических, что тоже полезно. Ирина, спасибо вам огромное. Друзья, я напоминаю, сегодня у нас в гостях была астролог Ирина Махначевой, вот она всегда правду, по-моему, говорит.